На руинах Лорда Рона, тем временем демоны Пылающего Легиона завершали свое вторжение в Лордерон. Приветствую тебя, могущественный Монорох. Как идет вторжение? Ха! Эти жалкие людишки не способны противостоять нам. Значит, Ледь хорошо делает свое дело, в отличие кое от кого другого. Не насмехайся надо мной, Повелитель Ужаса. Я знаю о том, что сделали орки. Я найду их и накажу лично. Именно поэтому я и появился здесь. Думаю, тебя обрадует известие, что орков здесь больше нет. Что? Ты уверен? Уверен, как никогда, Монорох. По крайней мере, мои агенты никогда меня не подводили. По их сведениям, орки высадились в Калимдоре. Калимдор? Но что они могут? Ха! Орки мои по праву, и я верну их, куда бы они ни сбежали. А ты мой, Монорох. И лучше бы тебе об этом не забывать. Мы будем следить за этими ослушниками и ждать. Хотя они не оправдали наших надежд, они еще могут нам пригодиться. Глава третья. Боевые топоры. Пять дней спустя у подножия каменного когтя. Вождь, мы уже неделю тащимся по этим пустошам. А траться приходится лишь с какими-то жеребцами, да с винолюдами. Где настоящие враги? Да, скука и палящее солнце всем нам осточертели. Но мы будем двигаться дальше. Мы должны увидеть Оракула. Как скажешь, вождь. Смотрите, там воины клана боевых топоров. Они терутся с людьми. Что? Локтар, воины. Поможем за Дири. Мерзкие орки. Как вы посмели ступить на эту землю? Побереги глотку, человечешка. Она тебе еще понадобится вопить погромче, когда я начну отрывать тебе руки. Надо помочь ему. Мерзкие не знают усталости. Все в бой. Так. Голча усадника сильно покоцали. Даже обидно как-то. Давайте все. Что надо, хозяин? Да-да. Гром. Что, черт возьми, происходит? Как вообще здесь оказались эти людишки? Да примерно так же, как и мы, братишка. Кстати, их вождь, девчонка по имени Праудмур. Ее войска перекрыли перевал, ведущий на север. Значит, придется идти по перевалу, перекрытому ее войсками. Наши охотники разведают обстановку, а мы пока разобьем лагерь. До тех пор людей не трогать. Пока разбиваем лагерь, людей мы трогать не будем. Ладно. Рал, естественно, не должен погибнуть, построить дом вождей. Вы должны основать новый лагерь на руинах людского поселения, построив дом вождей. Новое дополнительное задание пока не получено. Но скоро мы узнаем, в чем вся соль. У него довольно неплохие войны, плюс он продолжает их производить. Кадо, эти огромные животные, седланные орками, барабанщиками, может нанимать зверинцем. Что они дают? Они дают атаку, плюс они могут поглощать. О, будет убить до окончания срока переваривания, у шертов останется в живых. Вот это обидно. Здесь он может кого-нибудь просто тупо сожрать, даже своего юнита, по идее. Нет. Ваша войска неподходящая цель. Жаль. А, алтарь бури, лесопилка, лесопилка, где бы тебя впилить максимально эффективно? Думаю, наверное, вот здесь. Итак, казарму мы построили, дом вождей будет сейчас еще строиться, поэтому ничего удивительного. Что надо, хозяин? Продолжаем добывать золото. Да. И нам, наверное, нужен алтарь бури, но на него у нас нет средств, к сожалению. Вот, как только, соответственно, создастся дом вождей, мы с вами сможем дальше добывать здесь все и все. А пока что будем ждать. Вот, они также повышают силу атаку, которые у нас есть в войск, ходящихся поблизости. У кого-то, у всех плюс два урона минимум, а то и плюс три, а то и плюс семь. Наступила ночь. Давайте нашим маленьким отрядом прогуляемся в тыл. Посмотрим, что находится у нас за спиной. Да. Командир, в округе замечено множество людских лагерей. Еще мы нашли мастерскую гоблинов, хорошо защищенную из севера. Интересно. Если нам удастся без лишнего шума добраться до гоблинов, мы сможем нанять их дирижабли и пролететь над перевалом. Угу. Так. Но нам до туда надо дойти как-то, да? Поймемся этим. Дабу! Ясно, понятно. Да. Попробуем сунуться во все дырки. И посмотреть, как же нам пройти лучше всего. Так, чтобы не натыкаться. В принципе, можем вызвать вот так. Вперед в эту сторону. Вперед в эту сторону. Немножко по разным путям пойдут. Посмотрим, что из этого выйдет. Где-то сто пудов кто-нибудь вытакует. Исследование завершено. Вот первые люди. Больше я ждать не могу. Людишки должны быть уничтожены. Вождь, клан боевых топоров нарушил твой приказ и напал на людей. Проклятье. Остается только одно. Драться. Усилить оборону. Задиры, я потом разберусь. Так, вот это, конечно, может быть опять больно. За честь. Дабу. Осматриваем быстро берега. Дабу. Так, здесь тоже люди. Окей, здесь еще один лагерь. И надо будет сейчас строить что-то более... Их герой наших союзников. Нужна древесина. Герой лошара. Так, нужна древесина, о чем я, собственно, забыл. Очень красавчик вообще. Грабеж волчь и садники. Бугаи и рабы крадут противника. Исследование завершено. Так, наверное, сделаем. Герой наших союзников лошара. Ну, я думаю, сейчас на нас нападут и будет прям все очень больно и обидно. Как-нибудь нам пройти сюда можно? За честь. Это еще что за соухи? Духи не знают усталость. Очень жесткие. Ох, ох, ох. На наш город напали. Что надо, хозяйка? С удовольствием. Бежим. Да-да. Бежим. Готов с удовольствием. Бежим. Да-да. Чего хочешь? Бежим. Сделаем. Бежим. Да-да. Готов скралывать. Что за такую? Угу. Бежим. С удовольствием. Хорошо. С удовольствием. Локтор Угар. Так, ну, мы нападем. Наверное, вот так. Ухи не знают усталости. Я думаю, рабы выживут. Потому что совсем не пофиг на меня, правильно? О, отлично. С удовольствием. Локтор Угар. Все, идем сюда. Добиваем его. Добываем дерево. Строим башни. И мы тогда сможем нормально отбиться. Так, здесь соухи. Хорошо. Вот здесь еще тоже что-то непонятное. Надо будет армии побольше и заходить сюда. И следование завершено. По-моему, пятеро это максимум, который может работать на руднике. Готов с кралом. Займемся этим. Так, ладно. Наша армия должна оставаться здесь в любом случае. Мне нужно хотя бы два воина, чтобы укрепить свою защиту. Пока нам добывается это дело. Да. Да, да. Готов с кралом. Так, ну он тупо на всех бросается и подыхает как дебил. Зулджин будет отмщен. Чего? Хорошо. Все что ты желаешь. Клан боевых топоров напал еще на один людской лагерь. Может быть, это и есть наша судьба. Вечный бой с людьми. Зулджин будет отмщен. Постройте логово. Как обычно, знаете, да? Постройте логово. Погиб герой наших союзников. Чего хочешь? Погиб дебил наших союзников, я понял. Так. Наверное, вот так вот. Нужна древесина. Ну, а сейчас будет тебе древесина? Вот тебе древесины, пожалуйста. Тоже, какой он даун, конечно. Вот честное слово. Хотя, с другой стороны, почему он должен слушаться травм? Он, типа, ему никто. Как таковой. Постройте логово. Займемся этим. Я вот. За честь. Ох ты ж мать какая. Надо было пустить, наверное. Да ладно. Да. Так, ты чини, ты строй логово и еще одно логово. И потом иди. С удовольствием. Добывай. А он чинить разы не вы. Готов скалывать. Хорошо. Ну, как починишь, иди он скалывай. Нужна древесина. Крепость вождей. А, посмотрим, что из этого уйдет. Да. Готов скалывать. Пельсопилка у нас есть. Вот крепости вождей у нас пока нет. Но зато... Я вождь. Скоро будет... Кое-что другое. Ладно. Займемся этим. Так. Я вождь. Исследование совершено. Зулджин будет отмщен. Да я рад, что Зулджин будет отмщен. Что прикажете? Лесопилки все исследовали. Отлично. Теперь мне нужно, чтобы вы втроем построили башенки. Зулджин будет отмщен. Где-нибудь. Вот так. И потом пошли добывать обратно. Все это дело. Духи не знают усталости. Это дело еще на одно нападает. Да чтоб тебя. Какой-то, мать твою, неугомонный. О! А тут даже, походу, знакомые личности, да? А нет. Просто похоже, этот... Морда. Знакомую личность мы же вроде убили, насколько мне не изменяет память. Займемся этим. Так. Крепость вождей, наконец-то. Моя жизнь принадлежит орде. Надеюсь, мы ее относительно быстро построим. Дело сделано. Так, отлично. Дело сделано. Трожевые башни построены. Дело сделано. Так, наверное, сделаем. Все это достраивает. И нам нужно еще больше войск, на самом деле. Нужно золото. Которого у нас нет, я понял. Займемся этим. А-а-а. Нам нужны катапульты. Поэтому зря я строю эту фигню. Катапульты это крепость вождей нужна. Окей. У нас сейчас будет крепость вождей. Будем достраивать катапульт. С деревом у нас проблемы нет. Нам нужно захватить что-то. Герой наших союзников дебил. Он еще, скорее всего, на нас кого-нибудь приведет. Ну, как бы, я вообще не удивляюсь. Он хоть и четвертый уровень, но мозгов у него нет. Это прямо обидно. Так, духи не знают усталости. Как мы поступим? В принципе, они строятся довольно быстро. Не зря я ставил защиту. Вот он гад. Он под баблом. Перебаные паладины. Ненавижу их. О, она бабла сейчас спадет. Страла подпадет. Жопа тебе, чувак. Другагашеньки. Серьез ли еще откуда-то вылезли? Враги напали на город наш. Строй его завершена. Ну и хрен с ним. Пусть сам отбивается. Я ему даже помогать не хочу. Так. Проба у нас вроде все норм. Давайте мы... Пишет скорость восстановления здоровья. Отлично. Нам нужны хотя бы две катапульты. Очень нужны две катапульты. А то и больше. Нужно золото. Давайте еще одну. Три. Все. Три катапульты в принципе достаточно для того, чтобы плюс-минус пробить защиту. Дабу! За честь! Дабу! За честь! Да. Я надеюсь, что за это время на нас никто не пойдет. А если пойдет, то наши башни отобьют, по идее. Да. Исследование завершено. Да-да! Так, ну... Сделай! Нужно золото! Да-да! Так вот... Займемся этим! Ну, этот дебил все-таки нападает. Ладно. Да. Я еще не знаю, что там, но мне надо убить вот все уху. Да. Чтобы мне их убить, я призыву волков. Волками сагрю. Люди не знают усталости. И вон там сверху я вижу людей. Сочи! Да... Чувствую, армия моя, конечно, будет хоцаная. Очень хоцаная. Ну ладно, пока барабанщик и даист у меня с собой, все хорошо. Плюс-минус. Боевые когти плюс девять. Где-то смотрим. Если я роняю вот эту, у меня будет так. А если вот эту... Да, это определенно... Лучше. Боже, сколько здесь людей. О, беги-беги-беги-беги. Беги-и-и-и-и-и-и-и. Чего хочешь? Че надо, хозяин? Добывайте. Благо она... Пошла на другую. Все, отлично. Сейчас еще одна катапульта выходит, и мы идем в атаку, скорее всего. Где трал? Блин, на меня все-таки пошла. Ну ладно. Поэтому я и ставил здесь дополнительные башни, чтобы вот такая фигня... ...отбивалась. Так, на троечку. На троллимсер эйс, так. Рад, что Зулджин будет отмещен. Добавляем его сюда. Троечку пока следует за тралом. И начнем с первой древни, вот этой. Нужно больше определенного золота, чтобы его добыть. Мы с вами этим и займемся. Ну, рыцаря одного. Мои башни, я думаю, добьют. Точнее, даже не рыцаря, а скорее просто солдата. Хорошо. Что мы будем делать? Мы будем выносить башни, если они таковые есть. Если их нет, то просто бить юнитов. А башен здесь я не вижу. В принципе, значит, мы можем плюс-минус выносить их. Отходим чуть-чуть. О, чтобы уйти из-под башни. Разрушаем башню. Добавляем башню. Какой жопошный покатинец, сейчас сломал. Добавляем башню. Добавляем. Займемся этим. Да. Добавляем. вот таруга за честь духи не знают усталости никто не уйдет так умриться здесь 1 деревня в принципе убитым хорошо продолжаем клепать нам нужных солдат принципе больше мы здесь кроме волков ничего не построим волки строится вот тут лучше должны вот так тебе надо построить башенки больше ничего не надо сделаю моя жизнь принадлежит арте да хоть и крутой так я вождь даму все принципе больше ничего нету может даже плюс-минус занимать это место для добычи золота это проем одного тогда построить туда дом вождей здесь духи не знают усталости да это будет долгая миссия что мы будем считать каждую такую локацию зачищать все время это посмотрим что здесь за честь согрелась больше чем я хотел ну ладно что же мне за это дадут дадут не за это книгу мудрости книгу мудрости эликсир мана но некуда класть так эликсир это который маленький или большой большой давайте его выпьем этот возьмем займемся этим смотрим что здесь за честь здесь мы выйдем сзади хорошо за честь добык надо как-то это аккуратненько провернуть духи не знают усталости дух зверя пропал он давайте просто вызовем зверей и нападем отсюда смотрим что она здесь выйдет а вы довольно большая армия займемся и уходим чего прикажешь духи не знают усталости того вот торуга за честь минус 1 катапульта я понял благо 2 катапульта у меня осталось отходим катапульты беря ему цедан такой главное было хорошо запереть все было круто так у вас здесь наверное нам нужно вот так и парочку мастеров которых мы тоже собственно отправляем от рауга духи не знают усталости не очень хорошо займемся этим и все просто сейчас потеряю своих ребят духи не знают усталости но зато мы пробились отсюда городу это значит что мы так или иначе наш город напали скорее всего сможем что нибудь атаковать ах ты ж мразь такая это обидно ладно надо что же походу город вот это обидно ну ладно что поделать так ты куда-то что приказ что пришел чувак табу хм я бождь надо скоротно вторую гар щетра пашки куда пойдем нас атакуют ладно я бождь табу табу Арр «На наш город напали» «На наш город напали» ну не спасу я к сожалению друзьям Не спасу. Надо было его, конечно, оборонять, но, видите, лоханулся. Из-за этого получилось, что получилось. Так, коль уж они начали бить башни, давайте разобьем башню тогда. Да. Все лагеря, я думаю, смысла особо убить, конечно, не стоит, но мы попробуем. Да. Зачесть. Только скажи. Дабу. Зачесть. Дабу. Огиб герой. Что нужно? Лох-Таругар. Зачесть. Огиб герой наших союзников, да? Ну, давайте еще одну башню уничтожим. Никто не уйдет. У тебя они довольно сильные, ребята. Я думаю, справятся. Лох-Нарош. Попутно готовим дотекание наших войск. Пусть они как раз вот сюда вот идут. Займемся этим. Да. Зачесть. Дабу. В бой. Зачесть. Лох-Нарош. В бой. Это же уничтожено, блин, гребаную крепость. Час пробил. Только скажи. Ройте логово. Я бошк. Так. Кого убить? Говори, бошк. Только скажи. Ну, в принципе, не нужно мне логово-то. Куда пойдем? Кадуйка. Ну, хотя, ладно, давайте логово действительно построим. Да, чего хочешь. Че надо, хозяин. Логово орков. Раз. Два. Сделаю. В принципе, на нас больше нападать не будет, скорее всего. Говори, вождь. Лох-Тар-Угар. Только скажи. Так. Здесь с кадошкой все как надо. Круто. Здесь мы исследовали все. Все, здесь мы можем пройти к Альянсу. Я знаю, на самом деле нам нужно вот сюда, но я хочу исследовать здесь плюс-минус все и заодно напасть на всех-всех. Я злой. Хо-хо-хо-хо. Злой и нехороший. Давайте сейчас он, короче, нападет под... Посмотрим, куда он будет выдвигаться. Он как раз выдвигается туда, куда мне надо. Вот сейчас он нападет, и мы типа за ним. Значит, его будет атаковать, а мы будем добивать. Дело сделано. Дело сделано. Дело сделано. Так, в отличие от этого дебила, мы будем нападать на башни, дабы... Лох-Тар-Угар. Духи не знают усталости. Прямо-таки разбить их к хренам бабырому. Что нужно? Я босс. Сейчас пробил. Только скажи. Духи не знают усталости. Бой! Что нужно? Все, а дальше мы просто уже разбиваем всех в ся. Так. Только скажи. Наверное, вы во вторую. Во второй отряд пойдете. Идите тоже сюда. Кто нас атакует, я правда так и не понял, но ладно. Только скажи. Так. Где второй? Чего прихожу? И в первый. Отпадет. Кому ерунда? Духи не знают усталости. Лох-Тар-Угар. Ура, не успел выйти. Сейчас пробил. Что нужно? Я босс. В бой! Разрушаем опять же крепость. Дотекание в наших союзниках. Смотрим, кто нас там атакует. Вот этот дебил атакует, которого он никак убить не может. Продолжение следует. Все, далее. Просто добиваем его. Влаго, один кодо у нас есть. Он утилиует всех. И надо будет сейчас еще одного кодо построить. В данном случае, если вдруг это выпит. Ути знают усталости. Только скажи. Молча зарабатывайте. Займемся этим. Моя жизнь принадлежит арте. Что нужно? Откатывайся назад. Локтор Угар. Займемся этим. За честь только скажи. Мы здесь все разбили. Отлично. Осталась последняя деревня. Так. Обустроить лагерь. Угроза людей. Уничтожить лагерь Альянса. Вопреки вашему приказу. Гром садиры все-таки напал на людей. Теперь они будут постоянно досаждать вашей армии. Навязывая бой за боем. Утихомирить их можно только уничтожить все их поселения. Но нам нужны дирижабли, чтобы безопасно добраться до перевала, ведущего на север. Вы должны приобрести два дирижабли, привезти их в свой главный лагерь. Ничего сложного. Давайте вернемся на нашу базу. Скорее всего мне сейчас здесь понадобится защита, потому что... Не факт, что мои вышки выстоят. Ну не, они довольно мощные, но... Стараюсь все-таки помочь своим союзникам. Хотя, походу, сделаю, они выстоят. Все, тогда атакуем на последнюю. Атакуем в последнюю базу. Там вышки тоже, скорее всего, есть. Да, две вышки прям по краям стоят. Одна вот здесь. Заморозить мы, к сожалению, конечно же, не можем. Сделали бы это, будь мы Артасом. Но здесь, к сожалению, такое не получится сделать. Ладно, сейчас мы добиваем лагерь. Это одно из дополнительных заданий, как вы уже могли понять. Ставим тралла вот сюда куда-нибудь. Я надеюсь, у меня это получится сделать. Вызовем волков. Через волков пойдем на базу. И после этого уже нападем. То есть, чтобы в первую очередь атаковали двух волков. Допустим, вот так вот сделаем. Что там уже? Сейчас пробил, что нужно. Тухи не знают усталости. Чтобы хотя бы сначала убить одну башню, потом вторую. Потом уже биться с... Только скажи. Юнитами обычными. Займемся этим. Призываем опять же. Нас атакуют. Ребят мои. Нет, здесь мне так просто не дают, к сожалению. Подоможете? Потери будут большие, но что поделать, ничего страшного. Еще вот так вот сделаем. Уменьшить количество потерь. Так, ну мы тем временем все равно можем дотекание посылать. Нас атакуют. Тухи не знают усталости. Я вот не проблема. Так, надо его побить, потому что он досаждает меня. Ответы все не знают усталости. Займемся этим. Так, какие у нас еще есть производящие знания? Вот оно. Еще одно производящие знания. Тухи не знают усталости. Делаем войголв. Займемся этим. Торугар. За рду. Быстренько уничтожаем магический центр. Тухи не знают усталости. Локторугар. Все, в принципе, дальше они мне не могут ничего сделать. Потому что дальше производящих юниты в здании у них нет. Повстить. Говори, вождь. Кого убить? Что нужно? Займемся этим. Наш рудник. Скоро ссягой. Зулджин будет обмещен. Займемся этим. Я вождь. Что нужно? Только скажи. Займемся этим. Я вождь. Займемся этим. Тухи не знают усталости. Все, такое последнее лагерь. Я надеюсь, что... Тухи не знают усталости. Это будет в Изи. Я не испытал особо никаких проблем, я скажу так. Тухи не знают усталости. Все относительно в Изи прошло. В принципе, мне не потребовались даже более-менее катапульты. Здание я уничтожил. Теперь мы просто-напросто... Ничего. ...делаем отряд третий уже. Что прикажете? Наверное. Тухи не знают усталости. Раскота 60%. Говори, вождь. Чего? Локтор Угар. Только скажи. Займемся этим. Да. Дабу. Говори, вождь. Пробуем посылать сюда моих ребят. Смотрим, нет ли чего вот здесь. Вот здесь ничего нет. Да, с атакуют. Здесь есть непонятные люди. К сожалению, я на них потеряю двоих юнитов, но... ...не сильно критично. Остальная армия подойдет уже буквально сейчас. Духи не знают усталости. Займемся этим. Только скажи. Духи не знают усталости. Давай, сейчас их разобьем. Зачесть. Вот Таругар. Что нужно? Ухи не знают усталости. Куда пойдем? Вот Таругар. Что нужно? Раз атакуют. Здесь лечебная зелья. Я вождь. Которая нам не сильно так и нужна. Займемся этим. Вот этот черт будет восстанавливаться. Это опасно. Духи не знают усталости. Кабу! На честь. Ждем. Займемся этим. Духи не знают усталости. Лох-Таругар. Кабу! Я, бог. Как пока он мертвый, надо как можно быстрее. Не знают усталости. Я, бог, что нужно. Лох-Таругар. Эти просто все его объемы. Скажи, усталости. В бой! Ну-ну-ну-ну-ну-ну, добить. Черт, чуть-чуть не добил. Отлично. Так, свиток исцеления. Он исцелит, по-моему, всех юнитов, которые рядом. Займемся этим. Теперь подошку. Рукавицы Огру увеличивают силу. Да, давайте, наверное, пока что возьмем вот так. А если что, потом поменяем. Лох-Таругар. Говори, вождь. Ерунда. Вперед. А что там, на ешечку же, да? Не проблем. Духи не знают усталости. Ерунда. Эй! Я вождь. Лох-Таругар. Займемся этим. Ерунда. Лох-Таругар. Ну и самое простое. Мы потеряли всю армию почти что. Я ничего не боюсь. Собственно, всю армию загружаем вовнутрь. Просто отвозим их к себе обратно. Венец благородства. Силы. Ловкость. О, стопэ. Стопэ. Ну ты точнее лети, а вот ты стопэ. Чё за венец благородства. Всё, на два выдачует. Займёмся этим. Лучше тогда я за место огра возьму венец. И он будет намного круче. Всё, классно. Так. Летим назад на базу. Долгая серия получилась. Иначе допку не выполнить, к сожалению. Рудник у нас, так сказать, опять же обрушился. Ну, добыли мы достаточно золота, поэтому... Ты меня пугаешь? Проблемы вроде нету. Более здесь ничего интересного нету. Осмотрели всю карту. Всё круто. Отлично. К утру мы уже доберёмся до каменного когтя. Настоящий воин. Просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, гром, выжил из ума? Я тебе отдал чёткий приказ. Оставить людей в покое. Что, чёрт возьми, с тобой происходит? Он ещё мне нотацию читать будет. Щенок! Эти слезняки заслуживают смерти! Разве ты не чувствуешь, Трал? Это совсем как тогда. Как будто где-то рядом демоны. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, прости, Трал. Ты прав. Я... Я справлюсь с собой. А если нет, гром, я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и построи для нас лагерь. Вернувшись от Оракула, я найду вас. Вот такие вот дела, друзья мои. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok